Всем привет! Сегодня мы с вами узнаем, из какой же страны выгоднее всего пригнать автомобиль в Украину под растаможку. Сделаем мы это на примере Volkswagen Passat B6, самого массового автомобиля, который ввозили в Украину в период льготной растаможки. Реально, полюбился этот автомобиль. Больше всего их завезли в Украину. Чтобы не быть голословным, у нас есть выводы Института доследживания авторынка Украины, в котором они четко расписали, что самым массовым автомобилем был Volkswagen Passat. Средний возраст 2007 год, средняя цена 3000 долларов. Так что, вот вы можете это все видеть на графике. Первое место Volkswagen Passat 3000 долларов, седьмой год. Поэтому, исходим из этого. И давайте посмотрим, начать предлагаю с украинского авторынка, чтобы понять, почему он у нас в Украине. И уже, исходя из этого, будем рассчитывать, есть ли смысл его пригнать из другой страны. Итак, низ рынка у нас. Значит, в данных я забил от 2006 до 2009 года. 4,400, 4,5 у нас низ рынка в Украине. И самый дорогой, какой-то нафаршированный, около 10 стоит. Но это как бы уже другой вопрос. Мы сейчас смотрим низ рынка, но, возможно, серединка. Серединка будет около 7. Так, смотрим, что у нас на других авторынках. Хотел начать с автопапы, грузинского авторынка, но там все американцы. И они уже с B7 начинаются. Поэтому, я думаю, мы в следующий раз посмотрим B7. Тоже там есть о чем поговорить. Но сегодня нас интересует именно B6, с 6 по 9 год. Смотрим. Литва. В Литве забиваем все те же данные. Значит, цены начинаются от 1500 евро. Я забил только бензиновые машины, потому что дизельные нам неинтересны. Они будут в растаможке выходить где-то на 1000 евро дороже. Но я потом покажу, когда будем рассчитывать. Поэтому смотрим только бензиновые. Так, несколько машин за полторы. Потом дальше идут две. Две с половиной. Три. Кстати, машин не так уж и много. Но они есть. Значит, нижняя черта полторы. Верхняя 3.800. Несколько машин есть также за 4.4,5. Но это уже верх рынка нас не интересует. Значит, несколько машин за полторы. Две. Две с половиной. Ну, по крайней мере, низ рынка тоже смотрим полторы. Нам нужно отталкиваться от низа рынка. Дальше смотрим, что у нас по Польше. Итак, в Польше курс доллар примерно 1 к 5. Соответственно, от 9 тысяч злотых начинаются цены. Сразу же перерастают в 10. Соответственно, 10 злотых это 2000 долларов. Полторы практически нет. Сразу же цены стартуют от 2 и стремятся уже к 3. Поэтому Польша нам не сильно подходит. Но мы с вами смотрели уже польские авторынки. Там что-то очень дорого. Но на заметку берем, что в Польше начинаются от 2. И давайте посмотрим теперь, что у нас по Германии. Опять же таки, все те же данные вбиваем. Так, цены начинаются 1250, 1500, 1600. Ну, слушайте, в Германии больше всего оказывается машин до 2. Дальше тоже 2700, 3. Но тоже берем на заметку, что в Германии цены начинаются от 1,5. Ну и давайте считать. Итак, давайте я вам сразу объясню, почему я не брал в расчет дизель. Значит, ставим дизель седьмой год. Какой-нибудь двухлитровый. Даже вот по такой же цене за 1600 евро. Смотрим. У нас 3000 евро уже таможенных платежей. Нам уже сразу же эта машина неинтересна. Потому что если даже взять его за 1,5, плюс 3, это уже 4,5. Причем евро, а не долларов, нам уже это неинтересно. Еще же есть затраты на доставку, есть еще пенсионный фонд. То есть машина просто перестает быть интересной. Поэтому мы рассматриваем бензиновые машины и объемом мотора не более чем 1,8. Значит, ставим 1500 евро цена автомобиля и плюс 100 евро закладываем на доставку. Но это доставка, если из Польши. Если из Литвы, то уже будет доставка примерно 300 евро. Если из Германии, то же примерно 300. Поэтому если у нас 1500 евро цена, нужно добавлять 300 к оценке и уже из этого начислять налоги. Так сделает таможня. Поэтому с этим нет смысла спорить. Сразу же рассчитываем из реалий, которые есть. У нас получается 200 евро таможенных платежей и 50 евро пенсионный фонд. Я бы сразу закладывал на затраты на пенсионный фонд, на сертификацию, на брокера, на все вот эти затраты. Плюс на топливо, на поездку. Я бы заложил все вместе 800 евро, чтобы не рассчитывать по мелочам. Поэтому 800 плюс 200, это у нас 2900. Возьму калькулятор. 2900 плюс 1500. Мы получаем 4400. Но это у нас в евро. Если мы переведем это в доллары, 4400 получим 4500 долларов. На курсах сейчас разница небольшая, буквально сотка. Поэтому 4400 евро, это 4500 долларов. Мы выходим на тот же самый низ рынка. Поэтому, друзья мои, не то, чтобы это было прям выгодно, но и сказать, что это невыгодно, тоже нельзя. Почему? Потому что у вас есть возможность самому выбрать себе автомобиль, потроговаться, посмотреть, что там не так. Возможно, там есть какая-то маленькая поломка, которая для вас не страшна или которую вы можете сами устранить. Поэтому в этом плане я считаю всегда лучше самому поехать и выбрать себе автомобиль, нежели выбирать здесь в Украине, где уже все как обычно. Все скрученные пробеги, битые, перебитые, все переделано. Как обычно, перекупы выбирают по низу рынка самый хлам. Без разницы, что там, лишь бы замазать. Сами знаете, как это бывает. Поэтому я считаю, определенно выгода есть. Если взять в Литве за 1500 евро автомобиль, максимально все сделать своими силами, пригнать, растаможить, то вы влезете в 4500 долларов. Расчеты я вам показал. Сами можете пересчитать все, проверить и убедиться в том, что есть смысл пригнать себе автомобиль из Европы. Причем можно поехать как в Германию, но в Германии чуть сложнее, потому что там нет таких больших авторынков, как в Литве. То есть там придется по объявлениям ездить от дома к дому, тратить на это время и, соответственно, деньги. Поэтому Литва остается самым большим авторынком. Туда можно приехать, сразу их все в течение двух-трех дней обойти, потратить минимальное количество денег на проживание и приобрести себе автомобиль и приехать. Кому понравилось такое видео, ставьте лайк. Обязательно подпишитесь. Напишите в комментариях, что вам понравилось, что нет. Если нужны услуги брокера или подбора в Литве, обязательно обращайтесь к нам. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok